На приеме вспоминаем докторов, которые работали руками, потому что когда меня спрашивают, а почему вы заочно не консультируете, а не можете ли вы по телефону мне дать рекомендации, я говорю, я должна пациента ощупать весь его процесс, все его ткани и его сосуды. Так вот, как доктора раньше работали? Ну-ка расскажите, какое воспоминание есть у вас? В детстве приходил доктор Намятышев, которому тогда было, наверное, 90 лет, это в моем детстве, но он работал только руками и маленьким стетоскопом и ушами, но он это называл семейный доктор, он приходил и проверял всех, но он работал исключительно, у него был маленький чемоданчик, в чемоданчике стетоскоп и вот эта вот трубочка еще маленькая, а все остальное были руки, и эти руки я помню до сих пор, потому что ребенку, казалось, это совсем не нужно, но он работал, и любые диагнозы стали, и был результат, и у него не было больше никаких приборов. УЗИ аппарат он с собой не таскал, магниторезонансный томограф он с собой не возил, но результат у него был, у нас есть все, но результат был, потому что до 101 года доживали люди благополучно под его... И он сам дожил до 90, потому что он пальпировал нашу каждую клеточку тела, что я не позволяю себе сейчас делать, это давать рекомендации пациентам, пока я не пощупаю, мы сегодня нашу пациентку прощупали, нашли все проблемы только пальчиками, да? И в 90 лет он ходил, работал в полном здравии, голова работала абсолютно... Потому что он через пальчики, доктор, свой мозговой кровоток корректировал, прежде всего, как и мы можем корректировать свой мозговой кровоток через пульсацию в зоне шеи и свой кровоток в ногах через пульсацию, ощупывая ее и выводя, таких методик у меня много в YouTube, Instagram, я все это показываю, тогда мы можем просто править кровоток в любом органе, в ткани, в любой клеточке. Конечно, мы будем дольше жить и будем жить без болезней. Вот активная должность. И со здоровой головой. И со здоровой головой, главное. Благодарю вас. Спасибо.